ПОЮЩИЙ ЛЕКТОР Сегодня будем обсуждать очень интересную тему «Наука как сфера культуры». Начинаем? Сегодня поговорим с вами о таких вопросах, как понятие науки, классификация наук, научное знание и его специфика по сравнению с другими типами знания. И также обсудим вопрос научной культуры, научной картины мира и науку как социальный институт. Итак, наука. Нам нужно определиться прежде всего с терминологией. Слово «наука» мы используем в русском языке в самых разных контекстах. Мы называем наукой и физику, и химию, и математику, и историю, и философию, и многие другие разделы знаний. Также в русском языке вполне допустимое выражение, например, «Петр освоил науку плетения лаптей». Если мы попытаемся на английский язык перевести такое выражение, ну, будет звучать странно стилистически, потому что мы все знаем, что в английском языке есть понятие «science». И это понятие гораздо более узкое, чем русское понятие «наука», потому что словом «science» в англоязычной культуре принято называть точной науки, науки, которые опираются на математический аппарат. Это науки, которые изучают вопросы естествознания. И очень часто возникают проблемы с переводом с русского языка на английский научных степеней. Например, если мы привыкли к звучанию фразы «доктор филологических» или «исторических наук», то переводя это как «philological» или «historical sciences», для англоязычного человека звучит это немного непривычно, потому что «philology» или «history» — это «study», то есть учение буквально. То есть мы видим, что здесь уже в русском языке понятие гораздо шире. Мы можем привести примеры из других культур, более древних. Например, есть в ведах такое санскритское понятие «дхарма», и оно очень многозначное, и в том числе этим словом обозначается «наука», «знание», «учение», «религия» и многие-многие другие вещи. Но мы, поскольку оперируем понятиями в контексте русского языка, то можем дать следующее определение, что мы будем понимать под словом «наука». Итак, наука — это прежде всего сфера общественного сознания, а также это деятельность, направленная на получение достоверных знаний о мире и разработку новых методов получения таких знаний. То есть наука занимается не только исследованием и открытиями каких-то новых грани реальности, но и обязательно целый раздел науки, который называется «Методология», посвящен тому, как именно эти знания лучше добывать. Но об этом мы поговорим с вами чуть позднее. На сегодняшний день в научной литературе, в литературе, посвященной философии науки, научной картине мира, философии естествознания, вы можете найти позиции по поводу того, когда же наука возникла, которые будут кардинально отличаться друг от друга. Во многих источниках вы можете встретить фразы о том, что наука является очень древним феноменом и возникла 2500 лет назад в античной Греции, а в других изданиях вы можете найти другую точку зрения, согласно которой наука возникла совсем недавно, фактически буквально вчера, в новое время, приблизительно в XVII веке в Европе. На самом деле обе эти точки зрения имеют свое рациональное зерно, но тут вопрос состоит в нюансах, потому что когда мы говорим о том, что наука возникла 2500 лет назад, то мы имеем в виду науку как тип мышления, потому что действительно в античной Греции 2500 лет назад, если мы вспомним, возникла философия. В тот период не было такого глубокого разветвления знаний научных, как сегодня у нас происходит. И фактически философией называлась наука вообще, потому что первые мыслители, они занимались и рассуждениями о том, как должно быть устроено общество и государство, о природе добра и зла, и делали какие-то первоастрономические наблюдения, наблюдения за растениями, за другими аспектами природного бытия. Поэтому философия была синонимом рационального познания как такового. Собственно говоря, в чем специфика науки? В этот период наука возникла именно как рациональный тип мышления, основанный на причинно-следственных связях. Если мы вспомним одного из самых ранних греческих философов, это Фалес Милецкий, представитель, основатель Милецкой школы философии, то, как мы помним, он утверждал, что все вещи в мире произошли из одного первоисточника, и он считал, что это вода. Он так рассуждал, что поскольку вода содержится во всех предметах, значит, это и есть первый элемент, такой первый кирпичик бытия. На сегодняшний день это утверждение звучит наивно, но для нас ценно само мышление, сам путь логических размышлений Фалеса Милецкого, потому что это уже было не мифологическое постижение реальности, когда в мифе даны ответы сразу на все вопросы, а уже человек пытался рассуждать причинно-следственными связями, то есть логически, если есть что-то, значит, есть вот такое следствие. Если вода есть во всем, значит, она и есть первый элемент бытия. То есть с этой точки зрения действительно наука является очень древним явлением. А когда вы встречаете информацию о том, что наука возникла гораздо позднее, в эпоху Нового времени, то здесь имеется в виду наука как социальный институт. Это то, что мы будем обсуждать в конце нашей встречи сегодняшней. Но в отличие от античной Греции, сегодня научное знание глубоко дифференцировано, и постоянно возникают новые науки, потому что человечество приходит к новым открытиям, и возникает потребность в том, чтобы исследовать вот эти новые аспекты реальности. И, соответственно, на сегодняшний день приблизительно ученые говорят о том, что существует около 15 тысяч различных научных дисциплин. Возникает вопрос, как с этим огромным массивом знаний работать, и как вообще это может, в принципе, укладываться в голове. И вот для удобства вообще понимания, как устроена сама наука, принято разделять научные дисциплины на ряд таких блоков. И мы кратко о них скажем. Собственно говоря, это то, что у нас имеется в виду под вопросом классификации наук. Первый блок – это технические науки. Здесь критерием классификации выступает основание предметное поле изучения. То есть технические науки в качестве предмета избирают создание и функционирование сложных технических устройств. Следующий блок – это, естественно, научные дисциплины. То есть это те науки, предметом изучения которых непосредственно является природа, природное бытие. Мы все понимаем, что первое, что приходит в голову – это физика, химия, биология, все науки, связанные с изучением природы. Затем существует такой важный большой раздел, как гуманитарные науки. Гуманитарное знание в качестве предмета изучения избирает общественные ценности, идеалы, стили мышления, поведения, различные такие ценностные моменты. То есть сюда входит, например, в этот блок такая наука, как история, философия, история искусств, литература и многие другие науки, которые имеют дело с ценностями, идеалами человечества. Например, есть такая философская дисциплина, как логика. Она изучает законы правильного мышления. И, собственно говоря, она тоже, конечно, как и все философские науки, входит в этот блок гуманитарных наук. Затем есть блок социальных наук. Очень часто в рамках учебной программы вузов объединяются эти два блока в один. Называется социогуманитарная наука или науки социогуманитарного цикла. Здесь имеются в виду все научные дисциплины, предметом изучения которых выступает само общество. Его экономические отношения, аспекты отношений во власти, функционирование общественных институтов, структур, процессы какие-то социальные. То есть это, конечно же, социология, экономика, политология и многие другие науки. И, наконец, пятый блок – это науки, которые изучают самого человека, его психическую и физическую природу. И поэтому называются они антропологически. Мы знаем, что греческое слово, греческий корень «антропос» буквально означает «человек». И, конечно же, сюда входят абсолютно все медицинские науки. И также мы можем отнести к этому блоку физическую антропологию. Следующий наш вопрос – это знания и его типы, и специфика научного знания, как особого типа знания. Если мы говорим о знании, то нужно дать тоже какое-то определение этому понятию. Мы можем сказать так, что знание – это представление всего чего угодно в сознании человека. И даже если мы принимаем ту точку зрения, что знание возникло в древности, наука возникла более чем 2500 лет назад в античности, все равно был период, который был еще раньше. И, конечно, уже какое-то знание было у человечества. То есть уже у первобытных племен было знание о мире. И, конечно, тут речь идет о знании обыденном, о повседневном опыте. Мы все используем повседневный опыт, наше обыденное знание. И оно не менее важно, чем научное знание, которое сейчас, безусловно, доминирует в мировой культуре. Но трудно себе представить человека, который бы не имел обыденного опыта и не пользовался бы им. Есть легенда о том же Фалесе Милецком, согласно которой его сограждане подсмеивались над ним, говорили о том, что он так увлечен какими-то философскими изысканиями, что смотрел на звезды и не заметил под ногами яму и упал в нее. И надо сказать, что Фалес достойно вышел из этой ситуации. Он показал, что он человек не только философского, но и такого прикладного, практичного склада ума. Он очень выгодно скупил в сезон оливки и затем выгодно продал оливковое масло и даже обогатился. То есть эта история иллюстрирует тот факт, что помимо обладания научным знанием, для каждого человека очень важно знание обыденное. Кроме научного и обыденного видов знания существуют и другие. Например, мистическое, которое присутствовало также еще в эпоху первобытности. Затем на более развитой ступени культуры возникло религиозное знание. Также оно присутствует как элемент сегодня в современном обществе. И, например, мы все воспринимаем действительность эстетически, то есть чувственно. Мы посещаем театры, кинотеатры, любуемся прекрасными произведениями искусства. То есть все это говорит о том, что для нас также важен вот этот путь художественного эстетического постижения мира. Потому что человек – существо целостное, многогранное. Мир также является очень многогранным. И было бы странно, если бы мы пользовались только одним типом знания. Это значительно обедняло бы наше восприятие реальности. Но поскольку темой нашей встречи является наука, то мы должны сказать об основных чертах, присущих именно научному типу знания. И сейчас мы будем называть эти черты, и этими же самыми чертами оно будет отличаться от знания обыденного. Итак, первая особенность научного знания – это систематизированность. То есть мы все с рождения получаем наш повседневный опыт. Мы сталкиваемся с различными ситуациями, с различными людьми. И этот опыт у нас накапливается. Как-то мы его, безусловно, систематизируем. Но если мы сравниваем такую систему с научной, с любой наукой, то, безусловно, научное знание будет более высоко систематизировано. Мы можем открыть любой текст монографии или учебника, и видим там четкий план, структуру. Обязательно присутствует четкая логика изложения. Все это не обязательно присуще нашему личному обыденному опыту. Вторая черта, вторая особенность научного знания – это присутствие теорий. На самом деле, в нашей обыденной практике мы, в общем-то, и не должны каких-то таких особых теорий формулировать. То есть мы можем для себя формировать какие-то убеждения, можем успешно ими пользоваться, они могут работать в нашем случае. Но такой вот теорией универсальной они не становятся. В науке наличие теории – это одна из главных характерных черт научного знания. Следующая черта – это доказательность. Безусловно, потому что теория – это всегда нечто доказанное, причем доказанное принятыми логическими приемами и методами. Мы, говоря о своем обыденном опыте, усматриваем в нем некую логику, но эта логика, она не обязательно будет в таком аристотелевом смысле. Мы можем не обосновывать вообще никак наши убеждения. То есть они правильные только для нас, мы их на основе какого-то своего индивидуального знания сформулировали. Что касается научного знания, всегда присутствует строгая доказательная база. И следующая особенность – это открытость для рациональной критики и общедоступность. То есть научное знание, во-первых, оно, если мы не говорим о каких-то секретных разработках в области обороны и так далее, то любая защита научно-диссертационной работы или какие-то другие соцопросы, монографии на различные темы, они присутствуют в публичном доступе, либо в библиотеках, либо также дополнительно у нас сейчас огромное такое интернет-пространство. Даже защиты сейчас публично проводятся, и имеется в виду, есть интернет-связь, и каждый человек, буквально желающий, может виртуально поприсутствовать на таком мероприятии. То есть если мы говорим об обыденном опыте, индивидуальном нашем знании, то мы можем не выносить его, зачастую так и происходит, мы его не выносим на общественное обсуждение. Конечно, есть какие-то исключения, когда знаменитый актер или футболист и так далее может написать какую-то книгу мемуаров, свою автобиографию и презентовать ее широкой общественности, и тогда, безусловно, его обыденное знание становится достоянием общественности, но так происходит в исключительных случаях, обычно люди этого не делают. Поэтому именно характерной чертой научного знания, который отличает его от обыденного, это открытость для критики и общедоступный характер. Что касается форм научного знания, то они весьма разнообразны, к ним относятся научные факты, гипотезы. Важно понимать, что гипотеза – это всегда научное предположение. Когда какая-то гипотеза подтверждается, то есть она доказывается с помощью методов науки, она становится теорией. Теория – это также важный элемент, важная форма научного знания. Также сюда относятся теории, концепции и научные картины мира. Прежде чем мы с вами перейдем к следующему вопросу, несколько слов необходимо сказать о такой альтернативе научному познанию, как паранаука и мистицизм. На самом деле, мистическое восприятие – это очень архаичная форма восприятия мира. Она возникла фактически вместе с человеком разумным. И археологи, антропологи говорят о том, что практически нет ни одной стоянки древнего человека, где отсутствовали бы уже в те времена следы каких-то мистических верований. Потому что уже захоронения имели такие знаки, как, например, посыпание красной охры этого места или какие-то предметы уже клали в само захоронение. То есть это все говорит о том, что уже присутствовала вера в потусторонний мир, в нечто сверхъестественное. И в современном мире, при том, что наука является доминирующей формой познания, таким главным типом знания о мире, на который мы ориентируемся, тем не менее мистические знания присутствуют. Возникает вопрос, почему происходит именно так. Потому что мы знаем, что во многие периоды истории есть примеры, когда на государственном уровне происходила такая борьба с мистицизмом, с религией, но ни в одном государстве никогда такая борьба не увенчалась абсолютным успехом. Наоборот, в какой-то момент общество возвращалось, то есть этот интерес общественный, он наоборот актуализировался, активизировался в направлении мистицизма. Здесь надо сказать, что мистицизм имеет очень четкое психологическое основание. И к этому основанию относятся несколько факторов. Во-первых, это фактор страха. Уже древний человек испытывал страх перед некими непреодолимыми природными и социальными силами. То есть страх здесь мы имеем в виду в таком очень экзистенциальном понимании. Здесь может быть и страх смерти, и понимание, что ты встретился с чем-то таким величественным или таким огромным, что ты не можешь совладать с этой ситуацией или с этим явлением. И такие явления происходили не только в древности, но и в нашей современной жизни. Следующий момент – это комплекс чувств и настроений, связанных с поиском смысла жизни. То есть также это вопрос, который относится, с одной стороны, к области экзистенциальной психологии, а с другой стороны, мы все понимаем, даже без специальной терминологии, о чем идет речь, то есть человеку очень трудно что-то переносить, если он не понимает, зачем. Кто-то из великих, кажется, Ницше сказал о том, что можно выдержать любую ситуацию, если знать для чего. И, собственно говоря, когда мы не можем найти смысл в происходящем, поскольку часто представляется так, что мир абсурден, то человек ищет опору именно в области мистицизма. И этим объясняется то, что происходит массовое увлечение мистическими течениями именно в сложные периоды истории, когда происходят какие-то социальные потрясения, войны, революции, экономические кризисы. В контексте примера, который нам близки, мы можем вспомнить период распада Советского Союза, то, что в Украине, в России, во многих других странах постсоветского пространства имело место такое явление, как религиозный ренессанс, когда возникло огромное количество новых религиозных направлений в той же Украине, которых не было вообще аналогов раньше, и активизировался интерес к существующим ранее направлениям, и не только христианства, но и достаточно экзотическим культом, в том числе восточным, ориенталистским. То есть на самом деле мистицизм для чего-то нужен обществу, и возникает вопрос для чего. И такая вот очень важная функция, которую выполняет мистическое знание в социальном плане, это функция социальной психотерапии. То есть действительно наука нам помогает понять, почему что-то произошло, в чем первопричины, потому что это всегда мышление с помощью причинно-следственных связей. Но у нас же есть не только рациональная наша сфера сознания, но есть наши чувства, эмоции, и когда происходит что-то такое, что нас глубоко потрясает, чтобы сохранить такую стабильность внутреннюю, наука нам ничего не может дать в этом плане. И человек ищет опору в вере, в религии, в мистицизме. И просто на каком-то таком примитивном достаточно уровне, наверное, многие из нас открывают какой-то сайт в интернете или, например, газету, какое-то развлекательное издание, и там гороскопы. Если человек прочитал, там, Овны, сегодня у вас прекрасный день, у вас будет какая-то интересная встреча, или вы заключите очень выгодную сделку, и уже у человека повысилось настроение, он уже как бы идет в мир с позитивом. То есть вот эта функция социальной психотерапии, она очень важна. С другой стороны, есть диалектическая связь между паранаукой, мистицизмом в современном мире и наукой как таковой. Во-первых, в отличие от мифологического, такого архаического понимания мира, где все ответы даны уже на все вопросы, не принято ничего спрашивать, в науке, наоборот, не может быть раз и навсегда каких-то завершенных тем, ответа, потому что в любой момент может быть совершено новое открытие, которое полностью перевернет существующую систему взглядов на мир. И поскольку всегда открывая новые горизонты, мы расширяем границу соприкосновения с неведомым, очень хороший образ, согласно легенде о Фалесе Милецком, опять же, нашим любимым, когда он ходил по берегу моря и чертил на песке круг, и говорил о том, что вот в круге, это вот как бы образно наше знание, то, что мы знаем о мире. Но как только мы более окружность шире рисуем, то граница соприкосновения с неизвестностью, она тоже расширяется. На самом деле, чем больше ответов мы даем с научной точки зрения, тем больше вопросов мы получаем. И, конечно, вот эти лакуны, когда мы что-то не знаем психологически, человеку трудно пережить это состояние. И они заполняются часто, пока не найдены какие-то научные, рациональные объяснения этим явлениям, они заполняются мистическими объяснениями. То есть, как бы, получается, что первопричиной, одной из причин возникновения мистицизма выступает сама наука, сама по себе. С другой стороны, мистическое знание выступает стимулом для развития науки, потому что есть такая мотивация, какие-то вещи, которые мистически объясняют, а наоборот, объяснить рациональным путем. То есть, образно говоря, показать, что гром – это не потому, что Перун ездит по небу на своей колеснице и метает молнии, а вот есть определенные атмосферные явления. Что касается взаимоотношений между мистическим знанием паранаукой и научным знанием в классическом его понимании, то здесь существуют две крайних позиции. Первая позиция лежит на поверхности – это, конечно же, отрицание научным сообществам мистического знания как абсолютно невалидного, ложного, и большинство ученых придерживаются этой точки зрения. Есть также вторая, крайняя, опять же, точка зрения. Она заключается в том, что часть научной интеллигенции признает паранауку как некую сверхнауку, сверхзнание. И конкретные науки, по их мнению, они только подтверждают вот эту картину мира, которая обрисована в той или иной паранаучной области. Это многие ученые, современные, например, представители, последователи учения Каббалы, мистического направления иудаизма. Можем вспомнить такой пример, как знаменитый современный физик Майкл Талботт, который занимается изучением квантовой физики. И он говорит о том, что квантовые явления были известны уже в Древнем мире. И изучая тантрические тексты, древнеиндейские, он говорит о том, что уже древние индейцы знали о квантовых явлениях, квантовом мире, законах этого мира, просто описывали их в других терминах. И такая точка зрения, она тоже имеет право на существование. Что касается наиболее оптимальной позиции государства по отношению к мистицизму, то здесь наиболее правильным является позиция, когда все-таки религия, она предоставляется как гражданская свобода, когда государство не навязывает какую-то определенную позицию, будь то атеизм или приверженность какой-то конкретной религиозной системе. То есть это, в принципе, сфера жизни общества, которая не регулируется какими-либо законами сверху, если только человек не нарушает права и свободы других граждан. Что касается науки, то наука не может существовать на сегодняшний день без поддержки государства. И мы об этом немного позднее скажем, почему так происходит. Переходим к следующему вопросу. Научная культура и ее типы. Культура – это одно из самых многозначных понятий, которые вообще существуют в современном научном знании. говорят о том, что есть более трехсот определений культуры. Безусловно, мы не будем сейчас их все обсуждать. В наиболее общем виде можно сказать о том, что культура – это все, что было создано целенаправленно человечеством. И есть еще такое прекрасное определение академика Стёпина, академика Российской академии наук, который сказал так. Культура – это система надбиологических, саморазвивающихся программ человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих развитие и воспроизводство общества. И мы можем говорить о различных типах культур по разным критериям. Можно говорить и о религиозном критерии, то есть, например, говорят о буддийской культуре, христианской культуре, исламской культуре. Но сейчас мы скажем немножко о другой классификации, когда культуру делят на такие типы, как материальная, социальная и духовная. Материальная культура – это весь комплекс вещественно-энергетических средств бытия человека. То есть, сюда входит наша телесная культура, одежда, постройки, активная и пассивная техника, все орудия труда. То есть, это всё то, что нас, по сути, окружает, всё то, что создано руками человека. Социальная культура – это как раз то, что мы имеем в виду, когда в такой обыденной речи говорим «человек культурный» или «человек, допустим, интеллигентный». То есть, это понимание определенных норм, правил поведения людей в различных ситуациях, общения, в специализированных сферах, например, в профессиональной деятельности человека. Например, существует профессиональная культура юристов, врачей, педагогов. Часто это какие-то писанные или не писанные правила, которые регламентируют, как должен вести себя человек, который является представителем данной профессии. И, наконец, духовная культура. Такое понятие очень широкое, но почему-то многие, особенно молодые люди, студенты, они думают, что духовность – это всегда синоним религиозности. На самом деле это не так. То есть, духовная культура – это не обязательно религиозная культура, но, конечно, религию она в себя тоже включает. Духовная культура – это составная часть культурных достижений человечества, это система знаний, ценностей, состояний эмоционально-волевой сферы человека, явлений психики, мышления, символические системы, язык также входит в духовную культуру. То есть, с этой точки зрения, духовная культура включает в себя очень широкий спектр явлений. Это и право, и мораль, и религия, и наука, и философия, и так далее, и так далее. И, безусловно, научная культура является подтипом именно духовной культуры. И, опять же, дадим определение, что такое научная культура, можем сказать следующим образом. Научная культура – это система ценностей, идеалов, стилей мышления, методологических установок, присущих отдельным научным дисциплинам или их комплексам. И в XX веке встал вопрос о том, что научная культура, она также не монолитна, то есть стали говорить о двух, по крайней мере, двух ее типах. Это естественно-научная и гуманитарная культура. И возник такой спор, образно говоря, физиков и лириков, который был связан с тем, что период весь XX век фактически, и начиная прямо вот с начала XX века, в области естественно-научной, в сфере естественных наук, был совершен такой прорыв, были совершены открытия, которые глубоко изменили и жизнь общества, и взгляд на мир окружающий. Это, конечно же, открытие сложной структуры атома, атомная энергетика, все, что связано с пониманием процессов, которые происходят в некромире. Затем, позднее, это фундаментальные открытия в области генетики, то есть с точки зрения именно с позиции гуманитарных наук, социальных наук, тоже происходили, безусловно, какие-то изменения, открытия, но настолько глубоких фундаментальных таких переворотов совершено не было, которые можно было бы сопоставить с открытиями, совершенными в области естественных дисциплин. И поэтому как-то многие ученые стали, может быть, где-то презрительно отзываться о социально-гуманитарных науках, что это, в общем-то, не совсем научное знание, а наукой является, например, только физика или только биология, генетика и так далее. Но такая точка зрения, безусловно, неправильная, потому что мир очень многообразен, и для того, чтобы познавать его целостно, нам нужны различные подходы, различные отрасли научного знания. Просто действительно существуют два типа научной культуры, и каждый из этих типов обладает собственной спецификой. Если мы говорим о научной, естественно, научной культуре, то этот массив знаний является наиболее достоверным. Это массив знаний о природе. Законы природы фактически не изменяются с течением эпох исторических. То есть мы можем говорить, например, о законе всемирного тяготения. Он не менялся до того, как его открыли, и после того, как его открыли, сформулировали. То есть дважды два-четыре так же, что в Африке, что в Америке, что в России. Что касается социально-гуманитарных наук, то здесь предметом изучения выступают явления общественной жизни, процессы, ценности общества. А ценности и процессы общественные, они подвержены более частым изменениям, чем законы природы. Ценности культурно обусловлены, они меняются в зависимости от исторического периода. И поэтому те науки, которые изучают явления общества, культуры, они должны чаще обновлять свои знания, потому что сам объект их изучения, он более гибкий, более динамичный. Но, безусловно, одинаково важны и естественные науки, и науки социально-гуманитарного цикла. «Научная картина мира» — это термин, который был введен в обиход Людвигом Витгенштейном, знаменитым мыслителем, автором теории языковых игр и учеником не менее знаменитого философа Бертрана Рассела. Сегодня это привычный для нас термин, но если говорить о самом явлении научной картины мира, то это явление возникло в эпоху Нового времени, когда впервые была сформулирована такая картина окружающей реальности на основе математического естествознания. На сегодняшний день мы можем сказать, что научная картина мира — это обобщенная система взглядов на мир, которая представляет собой систему наиболее важных сведений о мире, обобщенных, добытых в контексте различных отраслей науки. Безусловно, все науки участвуют в формировании научной картины мира, и научная картина мира является одной из базовых ценностей культуры, потому что это, собственно говоря, такой наш главный взгляд на мир, как мы вообще видим, как устроена окружающая реальность. Но две области знания наиболее важны для формирования научной картины мира — это физика и философская составляющая, потому что физика дает нам понимание физически, как устроен мир. Был период времени, когда люди думали, что Земля плоская, там стоит на слонах, на китах и так далее. Затем пришло понимание от того, что Земля круглая, она вертится вокруг своей оси, вокруг Солнца. Сейчас есть уже какие-то уточнения по поводу того, что Земля не совсем круглая, она похожа на кофейное зерно по своей форме. Но так или иначе, научные взгляды эволюционируют, и прежде всего такие знания дает нам область физики. А философия формирует наше отношение к этой картине мира, понимание нашего места в мире. И поэтому мы два этих элемента называем как основные источники формирования научной картины мира. Ну и кроме того, можно сказать о структуре научной картины мира. С одной стороны в ее структуру входит ядро. Это представления, которые практически не изменяются. Это какие-то аксиомы, положения, которые либо изменяются очень редко, либо практически они остаются неизменными. И оболочка включает в себя теории, которые часто подвергаются сомнению, пересматриваются. То есть, например, по поводу формы Земли, в целом мы понимаем, что она очевидно не плоская, но вот кофейное зерно или форма какого-то другого предмета, эти нюансы уже могут обсуждаться в наши дни. И с другой точки зрения научная картина мира включает в себя два таких важных элемента, как понятейный и нагляднообразный. На основе нагляднообразного элемента мы вообще понимаем сущность того, как устроен мир, и эти образы воплощаются в научных понятиях. Собственно говоря, это основная информация, которую хотелось бы изложить в контексте данного вопроса. И, наконец, переходим к финальному вопросу нашей сегодняшней встречи. Поговорим немного о такой проблеме, как наука, как социальный институт. Как мы уже сказали, не всегда наука представляла собой общественный институт. Я думаю, что все понимают, что такое общественный институт или социальный институт. Имеется в виду не какое-то учебное учреждение, а определенная система отношений в той или иной сфере общественной жизни. То есть мы можем называть социальными институтами. Например, президентство, армию, церковь, другие какие-то явления общественной жизни. И вот в том числе таким институтом является наука. То есть институтом социальным наука становится действительно только в эпоху нового времени. Именно в этот период появляется привычная уже сегодня для нас сеть учреждений науки. Это, в частности, Академии наук. Начиная где-то с XVI, XVIII, XVIII веков в Европе формируются различные сообщества ученых, которые берут на себя функции суждения о том, какие достижения считать наиболее перспективными, учреждать какие-то награды за научные открытия. Это, например, Лондонское королевское общество, которое существует до сих пор. И одна из первых научных наград, которую они учредили, это медаль Копли. Это Академия тайм-природы, которая возникла в Неаполе. Это Русское географическое общество. Это различные академии наук в разных странах. Сегодня для нас это привычное понятие. У нас есть Академия наук национального уровня, есть отраслевые Академии наук, есть, помимо Академии наук, сеть научно-исследовательских институтов, есть научная периодическая литература, непериодическая печать, монографии различные, есть система подготовки научных кадров, в частности, это аспирантура, докторантура во многих странах постсоветского пространства, в других странах есть немножко другие подходы, но сам факт, мы понимаем, что есть определенные ступени, которые человек может пройти, чтобы прийти в эту профессию ученый. Ученый на сегодняшний день это профессия, но так было далеко не всегда, потому что в той же античной Греции и более поздние периоды, и в средние века, и в эпоху Возрождения наукой могли заниматься люди, которые обладали досугом. Чтобы был этот досуг в свободное время, кто-то должен был брать ответственность за твое благосостояние, потому что не было никакой заработной платы, никакого дохода фактически от науки. То есть, либо люди занимались какой-то другой деятельностью, чтобы оплачивать свои научные изыскания, либо был меценат, как вот очень распространенное явление, которое было в эпоху Возрождения, когда какой-то очень талантливый человек работал при дворе мецената. И ученый становится профессией фактически только к 20 веку. Есть сведения о том, что в 1825 году в Германии была открыта первая химическая лаборатория Либиха, где за исследования химические уже стали брать деньги. То есть, это уже была лаборатория, приносящая коммерческий доход. То есть, это тоже был такой вот знак, шаг в сторону того, что наука начинает становиться не просто сферой какого-то интереса познавательного человека, но действительно профессиональной сферой. И очень важно, что вместе с остановлением капиталистических отношений наука становится сама по себе производственной силой. Сегодня мы понимаем, что благосостояние и конкурентоспособность государства напрямую зависят от уровня развития на науке и от того, насколько финансируется сфера научных исследований. Потому что, если, например, какое-то предприятие, завод или какая-то промышленная, оборонная сфера, любая сфера работает на старом оборудовании, а у другой страны это оборудование более новое, более эффективное, то очевидно, что конкуренция будет в пользу той страны, у которой более современные разработки. И есть данные о том, что в наиболее развитых странах на научные исследования тратится 2-3% ВВП, не меньше. Чем этот процент ниже, тем, соответственно, ниже уровень развития данной страны. На сегодняшний день, поскольку ученые – это профессия, то ученых в мире приблизительно 15 миллионов человек. Это люди, которые профессионально занимаются научной деятельностью. И известный социолог Мертон сформулировал такое понятие, как научный этос, и определил его главные особенности, главные черты. То есть вот этого мирового сообщества ученых, о котором уже сегодня мы можем говорить. И по мнению Мертона, основными элементами, основными чертами научного сообщества являются, Во-первых, это универсализм. Эта черта означает то, что научное знание имеет универсальную природу, интернациональную, не зависят от специфики культурной принадлежности того или иного человека. То есть важна только достоверность, важно только само стремление к истине. И часто мы знаем, на каких-то проектах больших, например, космических, работает группа ученых из разных стран. Затем такая черта, как коллективизм. Коллективизм предполагает всеобщий характер научного труда и понимание того, что наука не может принадлежать какому-то одному человеку. Даже когда конкретные ученые совершают открытие, оно считается принадлежащим всему человеческому сообществу. В русскоязычной культуре даже до сих пор принято в различных публикациях научного характера, когда автором является один человек в этой публикации, есть такое понятие научное «мы» в стилистике. То есть когда мы хотим выразить свою точку зрения, мы пишем «мы» считаем по нашему мнению. Это означает не мы, Николай Второй, как шутка такая есть, а то, что мы выражаем уважение ко всему сообществу ученых, благодаря которому мы совершили наше такое большое или маленькое открытие. То есть как минимум это те люди, которые нам оказывали помощь, консультировали, например, научный руководитель и так далее. В англоязычной научной литературе от этого правила часто отходят, но все равно вот это понимание того, что есть такая черта, как коллективизм, оно сохраняется. Следующая черта, согласно Мертону, которая присуща научному сообществу, это бескорыстие. И оно означает, что в идеале, безусловно, на практике может отличаться ситуация, но в идеале ученые стремятся к достижению объективного истинного знания, не руководствуясь вопросами престижа, личной выгоды или конкурентной борьбы. То есть им движет только стремление к истине. Это такой идеал, который постулируется. И еще одна черта, о которой говорил Руберт Мертон, это организованный скептицизм. То есть это означает, что каждый ученый всегда должен критически относиться к собственной работе, к работе своих коллег, никогда не останавливаться на достигнутом и всегда быть открытым для новых знаний, новых каких-то шагов в области науки, быть устремленным в будущее. И, собственно говоря, на этой оптимистической ноте также вам хочу пожелать новых достижений, новых открытий. До следующих встреч!